И вот сегодня такой первый солнечный лучик в нашем музее, такое расцветение весны, мы сегодня с вами познакомимся с прекрасной художницей по батику Сокол Ирина Юрьевна. Закончила художественное училище в Москве, позже получила педагогическое образование в Санкт-Петербурге. Сначала Ирина Сокол работала в театре. Она считает, что это и поспособствовало ее увлечению. Делала декорации, костюмы. В общем, как раз я именно хотела быть театральным художником. Ну, когда я уже наработала в театре, потом я уже перешла на педагогику и потом на батик. Я считаю, что батик, он где-то сродни театральной живописи. Когда художница вернулась в Новосибирск, она увлеклась батиком. Ирина Юрьевна уже умела работать на бумаге и на холсте. Но технику росписи по ткани называют одной из самых демократичных. В ней можно воплотить любую фантазию. Она схожа с акварельной, говорит женщина. В идеале батик требует работы на шелке, но материал дорогой. Поэтому мастер начинала с хлопковых простыней. Рисовать на них можно любой краской, но мастеру больше понравилась художественная тушь. Этот подвид техники батика называют свободной росписью. Мы работали чехословацкой тушью. Она такая яркая, она дает такие красивые сочетания, что мы сразу поняли, как надо это делать. А потом мы только совершенствовали свою технику. Сейчас женщина работает на шелке. Такие картины отличаются высоким качеством. Краски не выгорают и не выцветают. Свою выставку женщина приурочила к Международному женскому дню и назвала «Дыхание весны».